Здравствуйте! Лекция 1. История развития вычислительных сетей. Назначение компьютерных сетей. План 1. Эволюция компьютерных сетей. 2. Первые компьютерные сети. 3. Первые локальные сети. Компьютерные сети, называемые также сетями передачи данных, являются логическим результатом эволюции двух важнейших научно-технических отраслей – современной цивилизации, компьютерных и телекоммуникационных технологий. С одной стороны, сети представляют собой частный случай распределенных вычислительных систем, в которых группа компьютеров согласованно решает набор взаимосвязанных задач, обмениваясь данными в автоматическом режиме. С другой стороны, компьютерные сети могут рассматриваться как средства передачи информации на большие расстояния, для чего в них применяются методы кодирования и мультиплексирования данных, получившие развитие в различных телекоммуникационных системах. Это представлено на рисунке первым. Эволюция компьютерных сетей на стыке вычислительной техники и телекоммуникационных технологий. Первые компьютеры 50-х годов, большие, громоздкие и дорогие, предназначались для очень небольшого числа избранных пользователей и занимали целые здания. Такие компьютеры не были предназначены для интерактивной работы пользователя, а использовались в режиме пакетной обработки. Системы пакетной обработки строились на базе мейнфрейма, мощного и надежного компьютера, универсального назначения. Пользователи подготавливали перфокарты, содержащие данные и команды программ, и передавали их в вычислительный центр. Операторы вводили эти карты в компьютер, а распечатанные результаты пользователи получали обычно только на следующий день. В начале 60-х годов появились новые способы организации вычислительного процесса, которые позволили учесть интересы пользователей. Начали развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени. В таких системах каждый пользователь получал собственный терминал, с помощью которого он мог вести диалог с компьютером. Рядовой пользователь работу за терминалом мейнфрейма воспринимал так же, как сейчас он воспринимает работу за подключенным к сети персональным компьютером. Это представлено у нас на рисунке 1.2. Пользователь мог получить доступ к общим файлам и периферийным устройствам, при этом у него поддерживалась полная иллюзия единоличного владения компьютером, так как он мог запустить любую нужную ему программу, в любой момент и почти сразу же получить результат. Многотерминальные системы, работающие в режиме разделения времени, стали первым шагом на пути создания локальных вычислительных сетей. Многотерминальные системы, работающие в режиме разделения времени, стали первым шагом на пути создания локальных вычислительных сетей. Однако до появления локальных сетей нужно было пройти еще большой путь, так как многотерминальные системы, хотя и имели внешние черты распределенных систем, все еще поддерживали централизованную обработку данных. К тому же потребность предприятий в создании локальных сетей в это время еще не созрела. В одном здании просто нечего было объединять в сеть, так как из-за высокой стоимости вычислительной техники предприятия не могли себе позволить роскошь приобретения нескольких компьютеров. А вот потребность соединений компьютеров, находящихся на большом расстоянии друг от друга, к этому времени уже вполне назрела. Началось все с решения более простой задачи – доступа к компьютеру из терминалов, удаленных от него на многие сотни, а то и тысячи километров. Терминалы соединились с компьютерами через телефонные сети с помощью модемов. Такие сети позволяли многочисленным пользователям получать удаленный доступ к разделяемым ресурсам – нескольких мощных суперкомпьютеров. Компьютеры получили возможность обмениваться данными в автоматическом режиме, что, собственно, и является базовым признаком любой вычислительной сети. Итак, хронологически первыми появились глобальные сети – Wide Area Network, то есть сети, объединяющие территориально рассредоточенные компьютеры, возможно, находящиеся в различных городах и странах. Глобальные компьютерные сети очень многое унаследовали от других, гораздо более старых и распространенных глобальных сетей – телефонных. В 1969 году Министерство обороны США инициировало работу по объединению в единую сеть суперкомпьютеров – оборонных и научно-исследовательских центров. Эта сеть, получившая название ARPANET, стала отправной точкой для создания первой и самой известной ныне глобальной сети – интернет. Сеть ARPANET объединяла компьютеры разных типов, работающие под управлением различных операционных систем, с дополнительными модулями, реализующими коммуникационные протоколы, общие для всех компьютеров сети. Операционные системы этих компьютеров можно считать первыми сетевыми операционными системами. С конца 60-х годов в телефонных сетях все чаще стала применяться передача голоса в цифровой форме. Это привело к появлению высокоскоростных цифровых каналов, соединяющих автоматические телефонные станции и позволяющих одновременно передавать десятки-сотни разговоров. К настоящему времени глобальные сети по разнообразию и качеству предоставляемых услуг догнали локальные сети, которые долгое время лидировали в этом отношении, хотя и появились на свет значительно позже. Первые локальные сети. Важное событие, повлиявшее на эволюцию компьютерных сетей, произошло в начале 70-х годов. В результате технологического прорыва в области производства компьютерных компонентов появились большие интегральные схемы. Их невысокая стоимость и хорошие функциональные возможности привели к созданию мини-компьютеров, которые стали реальными конкурентами мейн-фреймов. Мини-компьютеры решали задачи управления технологическим оборудованием, складом и другие задачи уровня отдела предприятия. Таким образом, появилась концепция распределения компьютерных ресурсов по всему предприятию. Однако при этом все компьютеры одной организации по-прежнему продолжали работать автономно. В итоге 1 и 3. Потребности пользователей вычислительной техники росли. Их уже не удовлетворяла изолированная работа на собственном компьютере. Им хотелось в автоматическом режиме обмениваться компьютерными данными с пользователями других подразделений. Ответом на эту потребность стало появление первых локальных вычислительных сетей. Схема представлена на рисунке 1.4. Локальные сети Local Area Network Это объединение компьютеров, сосредоточенных на небольшой территории, обычно в радиусе не более 1-2 км. Хотя в отдельных случаях локальная сеть может иметь и большие размеры, например, несколько десятков километров. В общем случае локальная сеть представляет собой коммуникационную систему, принадлежащую одной организации. На первых порах для соединения компьютеров друг с другом использовались нестандартные сетевые технологии. Сетевая технология – это согласованный набор программных и аппаратных средств, например, драйверов, сетевых адаптеров, кабелей и разъемов, а также механизмов передачи данных по линиям связи, достаточных для построения вычислительной сети. В середине 80-х годов положение дел в локальных сетях кардинально изменилось. Утвердили стандартные сетевые технологии объединения компьютеров в сеть Ethernet, Rnet, Token Ring, Token Bus, несколько позже, FDDI. Стандартные сетевые технологии превратили процесс построения локальной сети из решения нетривиальной технической проблемы в рутинную работу. Для создания сети достаточно было приобрести стандартный кабель, сетевые адаптеры соответствующего стандарта, например, Ethernet, вставить адаптеры в компьютер, присоединить их к кабелю стандартными разъемами и установить на компьютеры одну из популярных сетевых операционных систем. Хронологическая последовательность важнейших событий на пути появления первых компьютерных сетей иллюстрируется в таблице 1. Первые глобальные связи компьютеров, первый эксперимент с пакетными сетями, конец 60-х годов. Начало передачи по телефонным сетям голоса в цифровой форме, конец 60-х. Создание сетевой архитектуры IBM S&A 74-х годов, стандартизация технологий X25 74-х годов, появление стандартных технологий локальных сетей Ethernet, Talking Ring, FDDI, середина 80-х. Начало коммерческого использования интернета, конец 80-х годов, изобретение Web 91-й год. Список использованной литературы прилагается. Продолжение следует...